Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня у вас будет видео по запросу. В своем телеграм-канале я просила вас оставлять тему видео, какие бы видеоролики вам было интересно видеть на моем канале. И один из запросов был рассказать про любимые алкогольные ароматы. Я тут собрала несколько ароматов, которые мне нравятся на такую тематику, потому что, к слову сказать, что касается алкоголя, Во-первых, я редко рассказываю про такие ароматы, потому что чаще всего я просто путаю в звучании, то есть это где у нас ром, где у нас виски, где у нас что, потому что я не пью, я не разбираюсь в этих оттенках, ароматах, что как пахнет, поэтому для меня алкогольные ароматы все пахнут алкогольно, то есть это какая-то такая терпкость, яркость в аромате, вот именно общий такой алкогольный вайп, можно сказать, а что там полутона, вот эти где виски, где коньяк, где что, с этим как бы такие проблемки, поэтому вот расскажу вам в принципе основное такое, что у меня есть именно на разную тематику, то, что мне нравится, понятно, какие-то прям супер-супер яркие ароматы алкогольные, наверное, не совсем у меня в почете, но вот эти представители мне очень даже нравятся, кстати, сейчас уже села снимать видео, вспомнила еще про одного представителя, но в любом случае, я сделаю подсъем флакона и расскажу о нем, в общем, давайте приступим, все названия, как всегда, пропишу вам в инфобоксе, оставлю вам тайм-коды, знаю вам, что это приятно очень, действительно, мне самое приятно, когда я просматриваю какие-то ролики, порой нужно быстро посмотреть какой-то определенный аромат, это удобно, и оставлю вам ссылочки на все ароматы на сайт Ронтэву, там их можно приобрести по приятной цене, если будете делать заказ, то применяйте мой промокод на скидку 10%, и давайте приступим, начнем, наверное, с того аромата, который я забыла принести, он стоит напротив меня в шкафу, но я уже не пойду за ним, это аромат от бренда Atkinson Pirate, что касается этого аромата, это красивый, сладкий, алкогольный аромат, там у нас, по-моему, ром, представлю, если я не ошибаюсь, в пирамиде, в общем, это ром, это немного карамели, это кожа, это все красиво, это ярко, это интересно, кожа для меня там очень приятная, она не супер какая-то прям такая яркая, кирзовая, а такая приятная в своем звучании, она пропитана этим алкоголем и пропитана сладкими такими ванильно-карамельными оттенками, нравится очень, ношу очень дозированно, но он такой прям веселый аромат, мне нравится он, в общем, по настроению в холодное время года ношу, считаю красивым таким интересным представителем. Следующий аромат, который тоже в похожем направлении, это тоже алкоголь, это также кожа, пропитанная алкоголем, немного сладости, тут я тоже немного ощущаю карамельности какой-то, это Бараонда Одна Самата, и это действительно дубовая бочка с алкоголем, это кожаная куртка, такая прям потертая, здесь даже кожа более брутальная, здесь есть какая-то такая кислинка в аромате, как будто какой-то я даже фруктово с ним ощущаю, то есть есть прям такая кислая нотка, и, честно говоря, если рассматривать вот предыдущий аромат пираты, он более, наверное, универсальный, он понравится большему количеству людей, с Бараонда же нужно быть аккуратным. В принципе, с тем ароматом, с предыдущим у него стойкой, шлейф все на высоте, а Бараонда, она, мне кажется, еще более яркая, более стойкая, то есть аромат держится просто невероятно стойко, это у нас идет такой экстракт de parfum, и объем здесь небольшой, но вам хватит его надолго, потому что он просто несмываемый этот аромат, настолько яркий, настолько красивый, но что этот, что предыдущий, нужно тестировать на коже, чтобы он не выдал никаких сюрпризов, потому что много интересных историй я читала на фрагрантике про эти ароматы, на ком-то это красиво, на ком-то это отвратительно раскрывается, поэтому лучше их тестируйте. Вот это два, наверное, представителя всей подборки, которые очень спорные и с которыми нужно перед покупкой обязательно знакомиться. Следующий аромат у меня это Miss Cherry от Patrice Martin, здесь для меня более алкогольная вишня, она прям в таком ликере, вишня с ликером, есть пудра, есть орехи, то есть вот такая вот миндальность, цианидность, но если сравнивать, допустим, с похожими ароматами в таком направлении, то здесь аромат более ликерный, он более тягучий, более алкогольный, вишня здесь такая сладкая, даже больше, наверное, черешня, она прям такая мясистая, сладкая, сочная, спелая, и все это залито вишневым ликером и присыпано сверху миндальной крошкой, очень красивый, и этот аромат мне нравится гораздо больше, чем, допустим, тот же Lost Cherry, с которого, в принципе, изначально, наверное, все это и как основа бралась такая, но здесь он мне нравится больше, и действительно звучит красивее, и еще можно, в принципе, сюда также бренд Bush отнести, Drunk Cherry, пьяная вишня, тоже он звучит круто, он еще более алкогольный, он намного интереснее, может быть, тоже они вдохновлялись, понятно, Lost Cherry, но он намного круче в своем звучании, он густой, он плотный, он тягучий, он красивый, он многогранный, обожаю, тоже есть мини-формат, тоже делаем под съем, классный. Далее тоже, где, в принципе, для меня есть немного вишневости, есть яблоко, есть алкоголь, это ангельская доля, это красивый аромат на тему алкоголя, и как будто этим алкоголем пропитанный яблочный пирог для меня здесь, все больше и больше, чем больше он мне настаивается, он становится более таким вот, немного уходящим в такую вот мягкую гурманику, также здесь ощущаю немного корицы, но настолько он красив, настолько он шикарен в своем звучании, теплый, очень согревающий, очень такой умиротворяющий какой-то, он, знаете, теплый действительно в своем звучании, и вот это вот ощущение, как я сказала вам, пирога с яблоками, есть какое-то даже чувство прям согревающее в нем, как будто вот вы находитесь дома, это какой-то праздничный вечер, вы даст эти пирог из духовки, и вот какое-то застолье такое, вот ассоциация с этим. Если, кстати, брать еще тоже с этой же алкогольной линейки, но брать уже аромат с бренди, это Apple бренди, у меня в мини-формате, как в мини-формате, вот ливантики, этот аромат уже противоположный предыдущему, то есть если ангельская доля это теплый такой алкогольный аромат, то Apple бренди это такой прохладный, звонкий, хлесткий, прям такой охлаждающий, он холодящий даже немного, ощущение прям есть, да, как будто это алкоголь, который достали только из холодильника, прям холодный алкоголь, и вот прям вот 100% сочные такие зеленые яблоки, прям вот действительно яблочный бренди, но, как я вам говорила, мне он нравится очень, но немного смущает такая мужская в нем, база, ветивер, вот какой-то он такой более мужской, поэтому я пока подумываю над покупкой. Также еще из Kylian, из алкогольного, это Black Phantom, здесь тоже алкоголь с орехами и шоколадом, это тоже звучит очень красиво, орехи, шоколад придает такую терпкость, и здесь для меня даже прям как будто такой темный шоколад, присыпанный сверху какао-пудрой, и все это с алкоголем, это все так очень вдумчиво, густо, красиво, он действительно, с одной стороны праздничный, но немного какой-то в то же время эготический, я бы сказала так, он прям такой, для меня это такая немного минорная гурманика, я бы сказала так, такого определения, конечно, нет, но что-то есть, потому что он такой прям горьковатый, терпкий, но при этом очень красивый, действительно звучащий дорого, и это такая красивая гурманика, не прямолинейная, не скучная, не какая-то обычная попсовая, а прям вот такая красивая и многогранная. И следующий аромат у меня, это Томми Айоми, это у нас Томми Ломи Манки Спешл, очень многие, конечно, хвалят, любят этот аромат, у меня пока только в пробничке, и пока я не собираюсь его покупать, это тоже яркий алкоголь, прям вот есть горечь алкоголя, в то же время здесь есть немного фруктов, таких вот именно экзотических, манго, маракуйя немного, есть карамель, сладость, и все это как-то так смешано, есть прям какая-то и горечь, и сладость, и терпкость, и невероятно, конечно, он звучит, кожа, яркая кожа, шоколад, я прям ощущаю прям такую горечь, как будто шоколад, или это какой-то терпкий кофе, это прям вот какой-то такой взрывной аромат, я бы сказала, в нем много очень разных эмоций, и его сложно как-то даже определить, он вот под стать, конечно, аромату, в смысле, самому автору, вдохновителю, я бы сказала, этого аромата, вот он какой-то безбашенный, отрывной, яркий, но для меня он слишком громкий, слишком такой тяжелый, слишком все собой заполняющий, как-то он доминирует слишком, поэтому мне в нем тяжело, но однозначно красиво, на холод, на мороз, это просто невероятный шлейф, он прям громкий, кричащий, я думаю, многим такое нравится, следующий аромат, у меня уже два аромата тут остаются, на тему шампанского, первый это Zarka Parfume Pink Molecule 090-09, это прям такое искристое шампанское, даже такой, наверное, напиток больше, да, винный напиток, вот такой искристый, сладкий, какой-то ягодный, шипучий такой, бодрый, яркий, вот именно прям такие вот яркие-яркие ягоды, здесь у нас бузина, для меня это как будто и черника здесь есть, и что-то в таком направлении, очень такой шипучий, яркий, взрывной, и последний аромат, это у меня Дом Россо, это аромат на тему шампанского, красивого, такого, это уже, если предыдущий аромат, Zarka Parfume, это именно какой-то винный, такой, гристый напиток, то Дом Россо, это для меня красивое, шампанское, такое, именно дорогое шампанское, и рядом стоит букет алых роз, которые действительно имеют приятный, такой розный аромат, не те, которые просто как пластмассовые, они ничем не пахнут, а вот такие красивые, вкусно пахнущие розы, и вот на столе стоит два фужера с шампанским, и стоит огромный букет алых роз, вот такая ассоциация, он прям вот праздничный, его хочется нанести под какое-то такое вечернее платье, именно под такое вот праздничное, игристое, игривое, игристое, игривое настроение, мне тоже очень нравится, у меня в общем еще тот рассказчик про алкогольные ароматы, как я вам сказала, но вот с такого направления, это мои прям фавориты, те ароматы, которые у меня есть, в принципе я не ищу какие-то еще ароматы на эту тематику, ну понятно, когда видишь ноту шампанского, всегда интересно попробовать эти ароматы, что-то интересное, необычное, но вот то, что у меня есть на такую алкогольную тематику, меня вполне устраивает, мне нравится, что ароматы красиво, здесь обыгран алкоголь, но они не звучат, прям просто моноалкоголем, и неприятно, В общем, все здесь как-то гармонично. Пишите просто в комментариях, какие у вас фавориты на алкогольную тематику. Будет это очень интересно. На этом я с вами прощаюсь. Одно спасибо, что досмотрели это видео до конца. И всем пока-пока.